Дмитрий Николаевич, сколько у тебя дома без горячей воды? 77. Перед празднованием Дня города не должно быть никаких отключений. Не по горячей воде, не по холодной воде, не по газу. На острину. Да? Не по свету. Что же касается всего летнего периода, то его нужно максимально использовать для того, чтобы в городе не было проблем в предстоящем отопительном сезоне. В здании администрации Пензы на заседании участников штаба по подготовке к зиме озвучивают проблемные вопросы, раздают задания и определяют даты, к которым должен быть произведен комплекс работ. Так руководителям управляющих компаний ТСЖ ЖСК необходимо провести промывку, опрессовку внутридомовых систем, прочистку элеваторных узлов. И чем раньше этим займутся, тем меньше вероятность того, что во время пуска тепла батареи дадут сбой. Сделать протокольное поручение всем управляющим компаниям до 1 августа. Сдать документы в управление ЖКХ о проведении мероприятий подготовки к зиме. Те управляющие компании, которые в этот срок не успеют, не хочу пугать и ругаться. А вот ресурсоснабжающим организациям к 1 сентября необходимо подготовить всю документацию. Соответственно, к этой дате и коммуникации должны быть исправны. А то, как зачастую происходит осенью, когда уже пора поддать жару в дома, поти лица копают во дворах. Словно лета мало. Они говорят, только неделю назад вот раскопали. Ну, конечно. То есть три недели уже? Да, три недели, конечно. Траншеи с парящими внутриквартальными сетями, проложенными еще в прошлом веке, бич современности. Поизносились трубы. Вот и преподносят сюрпризы и владельцам хозяйства. И жителей заставляют нервничать. Состояние магистральных коммуникаций тоже держат в тонусе всех причастных. Ведется реконструкция, точнее всего, капитальный ремонт сетей на улице Московской. Сроки работ у них затягиваются очень почему-то. Почему у них подрядчики работают очень медленно. И как бы они не сорвали пуск тепла. На нескольких участках главной пешеходной улицы выставлено ограждение. Один из таких напротив фонтанной площади. То, что происходит за металлическим забором, скрыто от глаз прохожих. За сеткой же видно, что мощение нарушено. Демонтировано порядка 400 метров трубопровода. В настоящее время ведется чистка проходного канала. Здесь планируем данный участок завершить работы 26 июня. К этому участку приковано внимание не только чиновников, но и горожан. Они волей-неволей наблюдают за ходом ремонта. От народного контроля, тем более в центре Пензы, не скроешься.